Привет, мои дорогие девочки! В комментариях в последнем влоге вы спрашивали меня про стул, который вы купили. И, конечно, я знала, что вы об этом спросите. И поэтому решила подготовить отдельное видео, потому что вопрос важный. Как я уже рассказывала, Даши, пятилетки моей дочки старшей, мы решили организовать рабочее место. Все пока что до конца не оформлено, но стул это очень важная вещь. Я думаю, что каждая мама знает, что осанка для ребенка, для девочки, для любого человека очень важна. И, конечно же, в течение будущих 10-12 лет ребенок будет обучаться, находиться в школе, много сидеть за столом и заниматься. И поэтому очень важно подумать о посадке, о том, как ребенок будет проводить это время. Естественно, я озадачилась, посмотрела много разных стульев. Бывают абсолютно разные, от ортопедических до самых обыкновенных дизайнерских и самых простых из Икея. Я решила совместить и то, и другое, долго искала. На самом деле, я скажу так, я видела, когда ходила по рум-турам, стул конек-корбунек, который в итоге мы купили, у Ксении Величко. И они использовали его для стола. Собственно, именно так я и подумала, что они посмотрели мне вот эти стулья. В общем-то, чем мне они очень нравятся? Во-первых, это экологические материалы. Стул по максимуму отвечал моим требованиям, потому что я думала сначала, может быть, выбрать такое, знаете, кресло, на которое встаешь коленками, садишься, как у Тани Матани тоже в рум-туре. Но я поняла, что я не хочу пластик ставить в детскую и выбрала вот такой вариант деревянный. Это первое. Второе, стул должен хорошо настраиваться. И так как ребенку еще много расти, до 15 лет, возможно, придется выбрать много стульев, но можно выбрать один стул. И это конек-горбунек, потому что у него меняется высота сидений и выстанок. Я про это расскажу позже. Но смысл в том, что стул, если он внешне сможет сохраняться 15 лет, то он будет и приемлем для нас. Подходит этот стул для возраста от 3 до 15 лет. Это значит, что даже Вике сейчас, ну ей практически, да, там скоро будет 3, она чуть выше сверстников. Я думаю, что сейчас пока стул может стоять около стола, за которым она ест, а дальше для занятий он переедет уже в отдельную комнату, когда она здесь за столом сможет нормально сидеть за обычными стульями. Но так как пока она этого не может, то второй стул решил для меня эту проблему. Это очень важно, потому что когда детей двое, когда они оба понимают, что происходит, очень сложно купить только одному что-то, а второму не купить. В общем, я решила, что два стула как раз подойдет, и они мне пригодятся в будущем. Так вот, эти стулья настраиваются, это очень и очень важно. Во-первых, есть буклет, в котором подробно рассказывается, как это сделать. Теперь я вам покажу картинку. Вот смотрите, здесь нарисовано то, как ребенок должен сидеть. Я сейчас приложу фотографию для того, чтобы вы могли проверить, правильно ли посадка у вас, у ребенка, и проконтролировать, чтобы она стала правильной, если это не так. Стул, как вы видите, очень устойчивый. Он выдерживает вес много, очень много, вплоть до меня. Я могу на него спокойно сесть, в принципе, мне тоже будет удобно. Но самое главное, что Вика с него точно не упадет. То есть, для ребенка, который любит качаться на стуле, как я, например, в своем детстве, это классный вариант для того, чтобы этого не происходило. Еще, конечно, немаловажный момент. Этот стул должен подходить под какой-то конкретный стол. А так как стола у нас два, то мы отрегулировали так, чтобы Вике было удобно сидеть, и затем за другим. Мне маловажным было то, как стулевы выглядят. Они сочетаются с цветами нашей квартиры, и они сочетаются с любыми цветами. Особенно учитывая, что в детстве у нас белая кроватка, и она деревянная. И такое решение было для нас классным. На самом деле, мы могли выбрать вообще любой цвет. Там белый, черный, коричневый, все что угодно. Это тоже, ну, согласитесь, это тоже важно. Когда синтетический желтый, такой яркий стул офисный, не хочется как-то ребенку в комнату ставить. Я знаю, что у этого стула чисто внешне есть аналоги. Не буду их называть какие, но по соотношению цена-качество, эти аналоги стоят в разы дороже, а по качеству, ну, примерно то же самое. То есть здесь мы, заказывая стулья в Воронеже, поддерживаем наше российское производство. И при этом не переплачиваем, потому что цена, ну, вполне себе адекватная. Ценник в районе 6-7 тысяч, это более чем прекрасно для такого стула. Я очень надеюсь, что это видео для вас будет полезным, потому что это действительно ценная, важная информация, которую родители должны знать и которую должны применять для того, чтобы организовать рабочее место ребенка. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайк этому ролику, задавайте вопросы в комментариях, если они у вас остались. Ну, или пишите, может быть, какие-то свои моменты, которыми вы хотите поделиться. Подписывайтесь на канал, смотрите за новыми роликами. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.